Дело о кардиониста Игоря Завадского сфальсифицировано и задержанного вскоре выпустят на свободу. В этом уверен его адвокат Николай Кушниренко. Я утверждаю, что он будет на свободе, поскольку все доказательства сфальсифицированы. 22-го будет судебное заседание. Я буду подавать ходатайство об изменении меры пресечения. Только частично допросили первого, так сказать, пострадавшего, фиктивный пострадавший. В том, что Игоря Завадского вскоре выпустят, уверены и друзья задержанного. Недавно из-под стражи уже вышел Андрей Бригида, который также фигурирует в деле аккордиониста. Он провел вместе с Завадским в СИЗО почти 4 года. Ему предлагали дать ложные показания против друга и выйти гораздо раньше. Но он не предал, потому что верит в справедливость и надеется, что апелляционный суд учтет все нюансы дела и признает, что обвинения в адрес музыкантов безосновательны. Андрей признается, это был бы отличный подарок на день рождения аккордиониста. Празднует, на этот раз юбилей, 50 лет, Игорь Завадский снова в неволе. У Игоря уже много лет, с 98-го года. У него существует традиция на собственный день рождения устраивать большие концерты в Киеве и дарить свою музыку поклонникам. И вот 4 года такая традиция прерывается. Хочу пожелать Игорю, чтобы уже следующий концерт в день рождения он открывал сам. Сам его вёл, сам приглашал своих гостей. Поддерживают музыканта не только коллеги, но и правозащитники. Они также надеются и верят в справедливость апелляционного суда. «Чтобы он скорее освободился из следственного изолятора, был на свободе и играл, радовал нас всех своей музыкой. Я надеюсь, что так оно и состоится, поскольку, по моим наблюдениям, в этом деле нет ни одного доказательства его вины». Тёплые слова – это далеко не вся поддержка. Правозащитники уже добились, хоть пока и небольшой, на победы. Отвоевали долгожданное разрешение. И теперь аккордеонист вновь сможет сыграть на любимом инструменте. «Мы сделали ему подарок на сегодня, передали ему инструмент. Он теперь сможет восстанавливать игру, технику. Кроме того, мы к его юбилею издали книгу с нотами его 17 произведений». В следующий раз служители Фемиды по делу аккордеониста должны собраться 22 января. Друзья и поклонники таланта музыканта надеются, что это будет ключевое заседание по этому делу.